Всем привет дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать о том, как я готовлю любые булочки, выпечку, которая не сладкая, жареную, печеную, в масле жареную, либо это пончики, вот такие вот как в этот раз у меня и сосиски в тесте в этот раз у меня были. Кто смотрит мой канал, знает, что я на этом тесте готовлю очень часто и абсолютно разную выпечку. Ее можно сделать и постной, кто соблюдает пост, и делается она очень просто. Использую я живые дрожжи. Если будете использовать живые дрожжи, делайте как я. Я вначале растираю дрожжи с сахаром, благодаря этому они быстрее активируются и работают намного мощнее, так как сахар как углевод, они сразу с ним начинают быстро дружить, оживать и работать. Буквально перетираете одну минутку и вы видите наши дрожжи начинают мгновенно становиться жидкими и уже сюда можно добавлять слегка подогретую жидкость. Можно использовать либо воду, либо сыворотку, либо молоко. У меня сыворотка. Перемешиваем и начинаем добавлять уже все оставшиеся ингредиенты. Все на самом деле очень-очень просто. Кто боится дрожжевого теста, это на самом деле проще, чем кажется. Достаточно один раз удачно попробовать и вы больше никогда не будете его бояться. Отвешиваю сразу всю муку, добавляю соль и растительное масло. Для тех, кто не постует, советую добавлять еще столовую ложку сюда водки. А для тех, кто соблюдает пост, не добавляйте. Но благодаря водке наше тесто получается более пышным и оно быстрее намного подходит. Перемешиваем вначале в тарелке, пока это удобно. И потом переходим на стол. На столе нужно вымешивать тесто около 5 минут, для того, чтобы в нем развилась кликовина лучше и оно стало более эластичным. Так как тесто я буду раскатывать, для меня это очень важно. Оно не должно получиться очень-очень мягким, но при этом оно не должно получиться забитым. Оно должно совершенно перестать липнуть к рукам. И теперь его можно будет оставлять подходить. Вот такой вот небольшой комочек у меня получился. В довольно крупную посудину, рассчитывайте, что тесто подойдет в 3-4 раза, это точно. Смазываю буквально столовой ложкой растительного масла и вот сверху немножечко тесто. Накрываем влажным полотенцем и отправляем в тепло. Смотрите, через 40-1 час минут наше тесто увеличилось в 4 раза. Оно такое красивое, воздушное, прям в нем очень-очень много пор. Мы его сильно не мучаем, просто подминаем вот так внутрь. И отрываем необходимый нам кусочек. Для начала я буду заниматься пончиками. Делать буду абсолютно простые пончики, такие из того, что у меня было, грубо говоря, в холодильнике. Когда хочу то, не знаю что, начинаю готовить. И получается из обычных продуктов абсолютно необычные вещи. Перекладываю я свое тесто. Раскатала его здесь буквально где-то в 3 мм толщиной. И вот такой вот рюмочкой я просто намечу, чтобы не выходить за края. И буду выкладывать сюда начинку. Буквально намечаю просто чуть-чуть. У меня, вы видите, здесь сосиски, огурец маринованный и у меня здесь сыр моцарелла. Можно использовать сюда сулугуни. И он будет очень красиво у вас тянуться, когда пончики горячие. Я это очень люблю. Но, в принципе, можно использовать и любой другой сыр. Сюда можно делать также и с сырым помидорчиком, добавив перетертый, допустим, сулугуни с зеленью. Будет тоже очень вкусно. Раскатываю еще один пласт теста и переношу его наверх. Теперь нужно будет немножечко придавить тесто по кругу вокруг наших пончиках, чтобы оно приклеилось, чтобы они у нас нигде не расходились. Поэтому вот так вот прохожусь и придавливаю вокруг. Как мне удобно. И теперь этой же формочкой, которую я намечала, в моем случае рюмочкой, вырезаю мои пончики. Сейчас они не совсем еще похожи на пончики, но потом они будут абсолютно круглые, потому что тесто, повторюсь, очень круто подходит. Вот такие вот они у меня получаются. Там, где вдруг чуть-чуть у вас разошлось и не склеилось, проходите пальчиками и склеивайте, чтобы пончик у вас в масле потом не вытекала никакая начинка и сок оттуда. Оставляю их подходить где-то на полчаса. Вот такие вот помпушечки получились и бросаю их в масло. И обжариваем в масле до золотистого цвета с двух сторон. Если они у вас прям становятся круглые и не хотят переворачиваться, тогда жарьте по одной-две штучки и тогда придерживайте их. И получаются вот такие вот круглые, абсолютно посмотрите, какие воздушные, прям один сплошной воздух внутри. Пушочки вот такие вот с тянущимся сыром. Очень вкусно, быстро и просто. Начинку можно выбрать, конечно, любую. Для тех, кто постует, тому можно сделать с грибочками, жаренными в сметане. В общем, выбирайте на свой вкус и цвет. Вот такая вот гора пончиком у меня получилась. Но все тесто я на них не использовала, а делала еще и сосиски в тесте. Так как сосисок я набрала целую кучу и не хотелось ограничиваться всего лишь одним блюдом. Раскатала оставшееся тесто в пласт. Почистила свои сосисочки и просто прорезаю тесто на полоски. Я думаю, это ни у кого не составит труда. И теперь буду просто заворачивать свои сосиски. Заворачиваю и швом кладу вниз, оставляю их тоже подходить где-то на полчаса, пока как раз разогревается моя духовка. С этим тесто удобно работать, оно и жарится прекрасно, и выпекается прекрасно. После того, как мои сосисочки полчаса подойдут, я их сверху смажу яйцом и посыплю кунжутом. Я так очень люблю. Можно посыпать какими-то другими семенами, которые вам нравятся. Это могут быть и чия, и лен, и без разницы. Вот так вот их посыпала и в духовку до золотистой корочки. Это где-то около 20-30 минут, смотрите, по вашей духовке. 180 градусов. Вот такая вот красота. Обязательно пробуйте. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.